Дорогая публика, помнится, когда-то давно-давно я рассказывал своим ученикам такую вот байку. Байку про всякие вероятностные обоснования. Вот смотрите-ка. Идея такая. Вот я маленький. То есть это действие происходит в далекое-далекое советское время. Стою, значит, я на ступеньках кольца, держу за ручку папу. А во дворе у нас стоит Волга. Папа выиграл её в лотерею. Иначе как в лотерею её выиграть было невозможно, поэтому мы бы никогда не ездили бы на Волге. Ну, у папы зарплата была маленькая, он работал весовщиком на плодовочной базе. Так что, ну, что там у него там. Ну, 70 рублей. Мама не работает, естественно. О, садимся мы в Волгу, выезжаем мы на улицу. Так вот, оглянулись аккуратненько. Слева едет Пётр Иванович. Работник. Он тоже работает на плодовочной базе. Он типа, ну, колдовщик. Колдовщик. Он, как раз у него склад с капустой. Вот, значит, мы помахали ему рукой и поехали. Поехали мы на пикник за город. Там, значит, уже, как бы сказать-то... Махмуд Иванович. Тоже работает с папой. Тоже приехал на свои Волги. Тоже выиграл, кстати, её, да. Все они выиграли в лотерею. Он там уже шашлыки заготовил, замариновал. Он умеет это делать. Ну, отличный шашлык, да. Он там тоже колдовщик какой-то, да. Что-то в этом роде. Вот. На общей базе. Вот. Ну, и вот это вот такой вот рассказ. И я спрашиваю, что вы всё верите? Всё нормально? Вот так могло быть? Говорит, да нет. Говорит, так это что-то тут не то. Это не об этом рассказ. Это рассказ о том, что какие-то были нетрудовые доходы у вашего папы, у Махмуда Ивановича и у, значит, там, кто-то Петра Ивановича. Кто там был? Был третий-то с ними. Но там не только. Там другие сотрудники базы. Все тоже на Волгах, естественно, приехали. Есть шашлыки-то. Да. Вот. Ну, так вот, по поводу лотереи разговор сейчас, да? По поводу лотереи разговор. Вот в связи с чем. Значит, есть у меня такой собеседник замечательный, Олег Валерьянович Теряев. Он физик-теоретик. Он настоящий такой физик-теоретик. Работает он в лаборатории теоретической физики Объединённого института ядерных исследований, доктор физмат-наук. И он придерживается такой вот интерпретации квантовой механики, которая называется многомировая интерпретация квантовой механики. То есть, вот считается, что вот из всех возможных вариантов событий происходит вот в нашей Вселенной одно возможное. А там ещё куча Вселенных, уже после каждого там мгновения происходит разветвление. Ещё там много-много-много-много Вселенных появляется. Ну, я так про себя говорю. Ну, если вам так легче, Олег Валерьянович, то пожалуйста, так считайте. А он дальше развивает. Вот, понимаете, вот жизнь в нашей Вселенной существует в силу стечения огромного количества малозначительных, на первый взгляд, факторов. Вот там, что именно таким оказались там коэффициенты, именно такими оказались уровни энергии в атомах. Иначе бы там ничего, кроме, значит, диетерии в звёздах синтезироваться бы не могло. Да, вот там только вот даже диетерии, чего там. Ну, в общем, дальше гелия не пошла бы реакция. Дальше гелия уж точно не пошла бы реакция. А тут вот тонко-тонко подогнана промежуточные уровни энергии у ядер атомных. И бац, у нас есть и углерод, и азот, и вообще вся таблица Меделеева. Вот, ну, да, говорит, вот что, вот, представьте себе так вот, много-много-много-много комнаток, и в одной из комнаток вот такая прелесть, как у нас. И мы сюда именно в неё и попали. И тут, по-второму, существует жизнь. Ну, или по-другому говоря, есть много-много-много-много лотерейных билетов, а мы этот один билет выиграли. И не так, как вот мой папа с Махмудом Ивановичем. А это вот как они выиграли. По-настоящему, честно. Мы-то в своё время, нет, у папы моего не было машин в Волге, он не работал на Ощебазе, он был железнодорожником. Вот. В своё время, значит, люди, у которых были лишние деньги, они их легализовывали, покупая выигравшие лотерейные билеты. Выигравшие билеты, выигравшие, значит, облигации государственного выигрышного займа. Ну, и говорили, вот у меня деньги, пожалуйста, вот перегруз. Все знаете, вот я выиграл, да, вот мне повезло, да. Вот выиграл. У меня даже на эту тему, пока я готовился к этой передаче, возник маленький сценарий для такой вот, ну, так сказать, авантюрной комедии про советскую жизнь, да, что есть некий человек, он выиграл Волгу. Вот он выиграл ещё одну Волгу. Эту вторую Волгу он там подарил, я не знаю, кому-нибудь брату, или там жене, или матери, неважно, или подружке какой-нибудь школьной. Ну, что-нибудь такое вот фантастическое. Потом он построил у себя на своих шестисотках, значит, прям дворец роскошный, да. Ну, естественно, органы им интересуются, откуда берёшь. А он работает где-то простым инженегром. Ничего такого там не украсть, там нечего украсть. Работа, на которой нечего украсть, там в шпионы с такой работы не записываются, там нечего шпионить. Ничего интересного. Ну, вот он так вот работает, ломает голову, значит, работник следственного аппарата. Это можно придумать, раскладку такую, да. Она может быть симпатичной, значит, дамы в погонах, да. Он вообще такой вот, не пойми чего. И тут он вдруг, значит, она за ним, как сказать, следствие ведёт. Он ей розы, да откуда? Да я, говорит, выиграл, я выиграл, я опять выиграл. Я, говорит, вот выиграл, продал эту самую, выигравший билет построил, дачу, да. Тогда, значит, Волга стоила пять тысяч, а купить этот выигранный, выигравший билет стоило гораздо дороже, То есть, чтобы реализовать. То есть, называется, отмыть деньги, назывался, да. Вот, ну, вот такая вот история, да, про лотерею. Ну, так вот, и вот как вот мы это так выиграли в лотерею. Так есть такое вот мнение, выигрываться в лотерею. Вот, вспоминаю другой анекдот. Про Абрамовича, по-моему, да, а может быть, про какая-нибудь другая фамилия, ну, желательно еврейская обязательно, да. Цеперсона, скажем. Слышали? Что говорит Рабинович? Вот, давайте, Рабинович будет в казино проиграл миллион. Да нет, говорит, не проиграл, а выиграл. Не в казино, а в лотерею, и не миллион, а рубль выиграл. Был такой выигрыш, минимальный в лотерею один рубль. Вот Рабинович выиграл рубль в лотерею. Что бывает, да, бывает. Со мной ни разу не было. Но вообще с людьми бывал, я видел сам в сберкассе, как получали люди этот рубль. Но я ни разу не удостоился выигрыша рублевого. Вот такая вот история. Ну, это, значит, много их, да. Это вот как в той теории, когда множественность вселенных, много вселенных, и там во всех них что-то происходит. В какой-нибудь вселенной Александр Великий. Не повезло ему, не выиграл он битву на Гарнике, не случилось это в империи Александра Великого. А в другой истории он не заразился чем-то там и не умер в Вавилоне. И поэтому в империи просуществовало дольше. Он присоединил к ней Аравию, он присоединил к ней Северную Африку. Вот что было дальше, я ещё не придумал. Вот, пожалуйста, это в другой, вот, пожалуйста, такая. Вот многомировая концепция всех умиляет, да, потому что мы не просто альтернативной историей занимаемся, мы занимаемся, так сказать, многомировой историей. Вот, многомировой концепцией квантовой механики. Ну, мы вообще Копенгагенской придерживаемся, да. Вот, так сказать, вскормен, вскормен, взрос на книгах Ландау и Лившица, а он придерживался, они оба. Он и Ландау. Там говорили так, в этой книге нет ни одного слова Ландау и ни одной мысли Лившица. Вот такая вот фраза бы была известная. Вот, ну, вот было такое дело. Ну, вот так вот всё замечательно проистекает, да, у нас. Так вот, есть ещё другой вариант. Есть другой вариант, когда у вас не лотерея. Вы один единственный игрок. Вы пришли в казино. Вы ставите на что-то, на монету поставили. Подбрасывайте монету. Орёл, вы выиграли. Решка, проиграли. Выпал орёл, вы выиграли. А вы один выиграли, никто больше не выиграл. Вы можете поставить на какое-нибудь число там, на круге, на этом, как это называется, в рулетку. И выпало, вы выиграли. Да, там можно ещё цепочка выигрыша у вас случилась, но это ваши выигрыши. Вы выиграли. Вот, по всей видимости, я всё-таки придерживаюсь такой концепции. Будем называть её, не знаю, как называть её. Это вот концепция, противоположная концепции многомировой интерпретации квантовой механики. Ну, мы взяли да выиграли. Нам повезло просто. Нам повезло. Вот так уж оказалось, что все вот эти вот... Вот так сложились они, да. Вот единственный выигрыш такой был. Подбросили монетку, орёл, кинули кубик, шестёрка, кумили два кубика, девятнадцать на двух кубик, две шестёрки. Что-нибудь не кинь, вот как у того молодого человека. Ему всё везёт и везёт, везёт и везёт. Кстати, надо про этого молодого человека рассказать какому-нибудь сценаристу. Вот, может быть, превратится это в нормальный сценарий. Кто его знает? Сейчас вот закончу этот разговор и позвоню ему, пожалуй. Позвоните сценаристу, да. Лучше позвоните Солу. Лучше позвоните сценаристу, чем затирать нам эти байки про квантовую механику. Я вас умоляю. Да, я с вами согласен. Вот такая вот байка про квантовую механику. Ну, вот не было в ту пору лотереи среди царей. Вот так вот повезло цепочка. В случайности папа, значит, погиб у Александра Филипповича Македонского, Филипп Македонский. Значит, стал вот этот вот авантюрный молодой человек. Кинулся он воевать с Персией. Выиграл битву на Гарнике, потом ещё одну, потом ещё одну. Случайно везло. Битву на Гарнике он должен был проиграть, но случайно выиграл. Вы представляете, уровень случайности. Одновременно и Александр, и его соперник Персидский взошли друг другу в тыл. Понятное дело, что их там в тылу уже не было. Иначе бы, если он не зашёл, он проиграл бы. Пришёл бы, а там в тылу соперник. Так, здравствуй, Саша. Ну-ка, слезай-ка с коника-то. Да, тебе помочь? Ну, такие вот дела. Так что вот Саше повезло тогда в битве на Гарнике. Ну, а дальше ещё по-ещё по. А потом, это непобедимый Александр Великий. Ну, присоединяйтесь к нему. Зачем нам с Персами дружить? Престаняйтесь. Вон, он сейчас всё завоюет, всё. Ну, он только пил, чудил и побеждал. Ну, такая вот у него была история. Игрок. Типичный игрок. Ну, вот ему повезло. Ну, вот. Доигрался, помер. Такие вот дела. Ну, ладно. Так что, моё мнение, что квантовая механика – это не лотерея, а азартная игра. Вернее, не квантовая механика, а обустройство нашей Вселенной. Просто так вот мы выиграли. Раз. Мы все. Все. Каждый атом у нашей Вселенной выиграл. Вот такие дела. Ну, не забудьте поддержать меня материально. Я в казино не хожу. У нас вообще в России как-то казино в доступе нет. Вот. В обычном так вот они везде позакрыты. А помню, как раньше они заливали светом. И Арбат. И вот это был угол. Какая же улица-то? Улица Марксистская. И вот пересечения. Туда я ездил за зарплату в Сберкассу. С первого образовательного канала. И там было с одной стороны казино «Кристалл», по-моему, и с другой казино «Кристалл». Не помню какой. И вот все в огнях. Так красиво было. Прям что жалко. Вот. Ну, спасибо вам. Деньги не забудьте мне прислать. Внизу у меня номер Сбербанкской. Сейчас вообще не шлют. Не знаю. Ты, говорит, дед бороду постриг, все силы потерял. Вся сила у тебя в чем? В бороде. Да. Да. Зашел я вчера в магазин полюбоваться. А там, смотрю, продается обрез. Как это обрез? У нас же не положено обрезать вообще. Это оружие слишком короткое. А это, оказывается, по мотивам фильма «Брат». И он охолощен. Это взяли ружье, испортили его. Отрезли ствол, отрезали приклад. И вот сделали такой обрез «Брат» называется. Ну, вот «Брат». Так, про Сбербанкскую карточку сказал. Про счет Сбербанка сказал. Про PayPal, про Donation Alerts, про Киви-кошелек, кошелек ВКонтакте. Про U-Money сказал. Нет. Вот. Потом есть у меня еще возможность у вас, вернее, стать моими спонсорами в YouTube. Вот. Поддерживайте меня, присылайте. Да, денежку-то не забывайте. Вот. Спонсоры имеют доступ к лекциям для подготовки в ГИГ. 36 по математике лекции. Полуторачасовых 36 по физике. Ну, и самое-то интересное, что все остальное тоже ведет до выхода в эфир. Усталый чёт. Всех вам благ. На деньги все равно ведь не пришлете. Знаю я вашу натуру. Вам лишь бы халява. А кто не играет, тот не выигрывает.